все эти фесту делают так что девчонки вот такие вот дела так я иду в в в в парфюмерию сразу же девчонки добрый день сегодня немножко такой день странный серый и уже еще дождь пока пока по покрапывает я надела свое платье черное гуччи шерстяное бонтон элеганта рафината и сверху вот с другой стороны накинула платочек с красными белыми и черными цветами print не золотистыми меньше золотого так вот делает черное платье как бы контраст на черном платье так веселее как бы мой сегодняшний лук будет вот такая вот теперь как пойти без зонтика я об этом думаю хотела пойти купить себе карандаш для бровей закончился крем для рук я всегда всю жизнь пользуюсь одними и теми же 20 лет 25 30 лет продуктами ай девчонки всем пока всем здоровья и добра придется вернуться за зонтиком короче расскажу пока стою на улице вот смотрите просто и сильно может дождь прекратится ой вчера это такая была беготня вот знаете все равно вот благодаря этой студентке из казахстана я узнала что впадала очень дорогие квартиры теперь в аренду и комнаты для студенток и койко места для студентка в одной комнате могут жить по 3 девушки и каждая еще должна платить по 300 евро короче одна комната выходит 900 евро вы представляете так цены поднялись потому что оказывается впадло понаехала столько студентов со всего мира учиться и это было так трудно так трудно вообще онлайн в интернете никаких уже квартир не было никаких комнат не было никаких раньше студенческие комнаты в одной квартире например трехкомнатной квартире до были три комнаты и каждая комната сдавалась по 150 по 200 евро максимум одной студентки а теперь одну комнату сдают на троих студенток получается койко место по 300 евро в общем я с ней встретилась где-то в час 15 закончила 5 45 я опоздала на работу но я ее не могла бросить на улице и мы через онлайн нашли такое агентство которые с частными арендаторами работают ой этот автобус сейчас будет громыхать туристы приехали вообще по 2 какая-то выставка будет идти машин эпоха и миллион туристов вообще отелях мест нет отключусь пока этот практик будет потом а докончу в общем продолжение следует и оказалось что от того что студентов очень много впадала не как раньше цены на эти комнаты даже на койко место поднялись мы вообще были в шоке еле-еле там сперва я пошла в школу бертон трассел дачит читается где раньше я итальянском языку училась я помню что там давали и комнату в итальянской семье и учеба была но за учебу 500 долларов месяц было раньше изучение итальянского языка плюс давали вид на жительство по учебе а я же здесь уже жила мне как бы квартира не нужна была я просто не знала что окажется надо платить за учебу 500 долларов месяц и за квартиру за комнату пожить в итальянской семье тоже 500 долларов тысячу долларов но в общем нашли мы вот этот вот агентство они как бы вот это не как настоящее агентство которое за три месяца вперед ты должна платить потом должна один месяц там платить это одну сумму одного месяца платить как бы нас за страховку чтоб мебель там или чего не не испортить и один месяц агентству не недвижимости получается и всего там пять месяцев суммы ты должна выложить если квартира стоит 500 две с половиной тысячи евро выложить надо сразу же за контракт а это был другой агентство где ты даешь 250 евро и они тебе дают номера телефонов арендодателев которые сдают вот эти студенческие комнаты или квартиры свои и мы такие пришли отдали она дала 250 евро они выписали квитанцию говорят ну теперь идите где-то 20 минут мы отправим документы эти деньги в главный офис и главный офис и вам вышлет на на whatsapp вышлет номер телефона одного человека который сдает квартиру это горь семья мама папа и сын старшеклассник подросток а я говорю это итальянская семья они города да это итальянская семья я егор ты хочешь в семье жить или хочешь со студенткой жить в том смысле что у каждой студентки по одной комнате она горит я хочу семьей жить так я выучу итальянский язык чем я со студентками иностранцами там со всего мира и мы такие доверились ушли пришли обратно на дала валя мне уже было пора идти на работу я же к пяти часам должна быть на работе и это приходит вот это вот сообщение через ватсап а там написано имя такое арабская фарух номер телефона я звоню он 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 отвечает и горт я не знаю никакую комнату но мы тут здесь конечно сели боже сегодня какие-то все мы конечно тут испугались я лично испугалась думаю боже мы пошли первую попавшуюся контору из маленькой комнаты а вдруг это какие-то мошенники взяли деньги и дали нам номер 1 попавшийся я вообще так это расстроилась мне уже и на работу надо бежать это надо было я какими говорю доверчивые дуры надо было остаться в офисе пока при них не перезвонить человек что мы им поверили и ушли теперь надо вот терять время опять бежать в этот офис и будет слава богу если они до сих пор там девчонки сидят а вдруг их нету вдруг они взяли эти двести пятьдесят евро и скрылись ну это я сейчас смеюсь а на тот момент я вообще внутри у меня началась паника мы перепроверили номер телефона опять позвонили этому фаруху я говорю они же сказали что итальянцы сдает итальянская семья ну и по голосу было слышно что он не итальянец и потом короче я груз слушай грудь позвонили обратно в офисе она мне говорит а наверно какая-то ошибка вышла я сейчас позвоню главный офис еще раз вам перезвоню мы сидим ждем она нам не перезванивает я уже начинаю нервничать потому что мне на работу надо мне же не хочется терять мою работу и я говорю послушай горю пойдем быстрее вернемся это мы опять потеряли бежать обратно 15 минут прибежали и говорю вы что говорю девчонки я вам сказала что человеку жить негде она как заплатила 150 евро за такой обычный отель потому что впадала какая-то выставка этих машин эпохи много каких-то выставок каких-то мероприятий все отели короче сбиты и она такая эта девушка а извините на самом деле у нас квартир нет свободных но мы на днях вам найдем бурючу сумасшедший штоль я говорю во первых я подумала от того что вы нам дали какого-то мужика у которого даже квартиры нету комнаты нету в смысле как будто я подумал что вы вообще мошенники плюс говорю эта девушка меня горю нашла через youtube я говорю вообще первый раз тоже с ней встретилась что она могла обо мне подумать может она подумала что мы с вами вместе сообщницы и хотим ее на деньги кинуть короче обмануть потому что вот меня 18 лет я хотела на первую зарплату купить своей маме оренбургский пуховый платок ехала на поезде на плацкарте тогда со свердловска в козел орду через оренбург и вы на остановке зашли где-то 5-6 цыганок с этими пушистыми теплыми оренбургскими платочками начали размахивать 25 рублей 25 рублей это был восемьдесят шестой год потому что еще айбека не было айбек родился у меня сын 87 году я была еще девственница даже я работала воспитательницы в садике тогда и вот я захотела маме подарить у нас же тоже степные холода в казлардинской области в юге там бураны снежные они за это за это время остановки 5-7 минут там туда-сюда погоняли погоняли из рук в руки этот платок потом деньги платок потом деньги короче такой гипноз мне сделали шум-гам при всем честном народе забрали все деньги и оставили мне потому что они сказали 100 рублей 100 рублей а потом меня оставили когда уже поезд тронулся они все вышли цыганки я осталась в руках с 25 рублями а был у меня 100 рублей в конце концов на сказал ой слишком дешево не буду продавать не буду продавать я с тех пор запомнила я так припугалась думаю что происходит потом же она тоже меня не знает девчонка с казахстана который первый раз меня видит может она тоже может что-нибудь такое странное подумать у меня начался вот этот нервная психологическая паника у меня такой стресс полдевчонки плюс опаздывала на работу и короче ягуру этим доме итальянкам говорю вы говорю почему вас нас говорю обманули я же вам сказала сразу девочка про я пролетела только вот вчера из казахстана одну ночь переночевала в отелях мест нету ей срочно нужна комната любая даже койко место не надо было игру верните тогда 250 евро они там контракте написано на квитанции написано что эти деньги не возвращаются вы должны ждать пока будут новые квартиры новые комнаты вы представляете обманули нас но тут я прямо не выдержала говорю находите тогда быстрее звоните ваш офис найдите другого который сдает что угодно даже если не в по 2 и надо срочно квартиру комнату они нам дали другого теперь это был над было написано хан этот хан тоже какой-то тоже не итальянец и не славянин тоже вот то ли араб то ли пакистан то ли что вот по голосу же слышно и он горит я сдаю комнаты койко место одно койко место 300 евро в одной комнате живут три студентки внутри женщины я такой горю как 300 евро на койко еще с тремя женщинами я горю хотите женщины по-настоящему студентки или которые работают или что я говорю а кософорта у вас есть по итальянский сейф это кософорта он говорит что такое кософорта ну тут я перепугалась потому что я слушаю там говорю них даже сейф они это как ты будешь наличные деньги держать с тремя девушками у меня короче вот психологический стресс начался но я все равно ее не могла бросить мы договорились с этим ханом что сегодня утром он покажет эту комнату на троих и в общем я и потом нашла отель где мы проходили мы заходили в отеле спрашивали мисс говорит нету выставка потом в одном отеле нашли за 140 евро тоже такой страшный отель но не страшный но все равно старый отель как бы не достоин 140 евро и в конце концов я побежала опоздала в общем у меня был такой слез плюс еще опять выпустили эти мерзкие видео про меня пародии видео я начала сидеть я села и у меня даже сил не было делать страйк это же надо вычислять из какого моего видео они взяли это фото там было много фото секунды минуты там же это рассматривает не юрист физическое лицо робот рассматривает видимо алгоритм там вычисляют что украли с моего же канала из моего же видео мои же фотографии кадры фрагменты в общем на эту меня ушло где-то час или полтора на поиски этих потому что уже у меня же много на канале видео это надо вспомнить из какого видео может быть фрагмент в общем отправила я это эту жалобу на удаление потому что я не дам им я не позволил им пользоваться моими видео и фото и делать на этом контент это из принципа не потому что я их боюсь или чего в общем видите столько нервов уходит на все это в конце концов я как всегда проснулась 6 часов утра уснула я только два часа ночи пришел ответ в 11 ночи что удалили это видео и в общем у меня в рубрике жалобы и удаления не знаю сколько я уже им удалила сделала страйков этим моим злобным жестоким хейтером извращенком садистка сколько я сделала а все равно же не успокоиться все равно снова и снова вот людям делать нечего люди идите чего займитесь чем-нибудь полезным помогите кому-нибудь шефство возьмите над над кем-нибудь над ребенком детском доме хотя бы один раз в жизни сходите купите подарок ребенку сироте или какой-нибудь бабушки там старый помогите сходите в супермаркет ой что-нибудь одинокой бабушки кому-нибудь в чем нибудь помогите может у вас поменяется мировоззрение поменяется философия жизни что вы вот присосались как паразиты ко мне к моему каналу ко мне к моей семье к милиссе займитесь чем-нибудь добрым полезным и хорошим вот мой совет вам потому что приходится поднимать голос только народу вокруг и еще из того из-за того что дождь хорошо что я это теплое платье надела из шерсти вот сейчас в 3.30 открывается 5 минут осталось 7 минут я прямиком пойду в этот бегин и куплю себе карандаш для бровей вы помните да как я сделала ошибку что у меня татуаж бровей вот глупенькая живот все время доверчивая дура все время попадались это маникюрщица которая выучилась я была у нее первой клиенткой на брови на татуаж брови я горит выучилась давай я тебе сделаю брови а у меня у самой были прекрасные брови прекрасная линия у нас в семье у всех брови красивые свои я даже не выщипывала я вообще раньше была аквасапона даже не красилась когда молодая была не красилась не пила не курила трезвенница была мужчина и на батта казакуз ну что ж девчонки салютую и вот теперь все время надо прикрывать эти брови особенно хожу когда бассейн на море в сауны это же краска сходит карандаша бровей так так грустно смотреть на себя в зеркало я все время должна идти к зеркалу и подправлять чтобы никто не увидел татуаж синий зеленый 25 лет прошло она мне сказала всего на три года через три года сойдет сама по себе краска татуаж до сих пор сходит были нафиг всем пока пока пока